Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Сегодня я начинаю такой небольшой курс, который будет состоять из четырех видео. Он посвящен спискам. Вы наверняка знаете, что такое список в обычной жизни. И конечно же списки бывают разные. Нумерованные и ненумерованные списки. Например, также здесь есть третий тип. Мы рассмотрим его чуть дальше. И в заключении мы создадим с вами очень красивое меню с помощью списка. Чтобы вы знали, меню на сайте создаются в основном благодаря спискам. Для примера хочу вам показать. На сайте IT-Doktor меню выглядит таким образом. Чтобы создать такое красивое меню, мы будем использовать список. Давайте я вам для наглядности сначала покажу. Нажмем F12 и взглянем, что мы здесь видим. Меню раскроем. Вы видите список UL. Пока что возможно вам это ни о чем не говорит. И внутри 1 элемент 2, 3, 4, 5, 6. Тег ли. Теперь, после того, как мы взглянули на это, давайте перейдем на наш тестовый сайт. Я открою редактор и покажу вам о чем идет речь. Сегодня рассмотрим нумерованный список. Это тег OL. Чтобы создать такой список, нам нужен тег OL, конечно же. И внутри любое количество тегов ли. Это и будут его элементы. У тега OL есть такие атрибуты. Это type. Устанавливает вид маркера. Что это означает? Давайте я вам покажу картинку. Она, конечно же, как всегда будет в описании под видео. Вы сможете скачать и пользоваться ей в любое время. Взглянем. Атрибут type может принимать 5 значений. Большая буква A. Английская. Тогда у нас будут нумероваться таким образом. A, B, C, D и так далее. По алфавиту английского языка. Маленькая буква A. То есть все буквы будут маленькие. Большая буква I. Это нумерация римскими цифрами. Маленькая буква I. Нумерация вроде как римскими. Но, тем не менее, это такие буковки I. Будет выглядеть таким образом. И цифра 1, по умолчанию стоит она, будет обычный список. То есть 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Так как мы привыкли это видеть. Теперь же от теории перейдем к практике. OL. Давайте использовать Emmet. Конечно же, чтобы упростить нам и ускорить работу. Создадим внутри 5 элементов. Давайте напишем внутри текст. Ссылка. Номер. Доллар. Используем уже привычную нам конструкцию, как мы это делали ранее. Вы видите здесь код. Когда мы делали простое меню. Наверное, будет лучше написать вот так, умножить на 5. И нажмем там. Посмотрим. Да. Отлично. У нас все создалось. Type пока не будем менять. Дальше. Атрибуты. Reversed. Это нумерация в обратном порядке. То есть, если мы напишем такой атрибут вот здесь просто через пробел, без каких-то значений, у нас будет нумероваться в обратном порядке. Давайте я для начала покажу вам по умолчанию. Вы видите, у нас появился список. Мы не писали эти цифры. 1, 2, 3. Они сами у нас появляются в зависимости от количества здесь строк. Вот мы добавили шестую. Она сама появилась у нас с номером 6. Теперь давайте поставим вот здесь Reversed. Сохраним. И вы видите, что у нас произошло. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Также есть Start. Он указывает, с какого номера будет начинаться список. Давайте, например, поставим 3. Иногда это бывает нужно. И вы видите 3, 4, 5, 6, 7, 8. И так далее. Все зависит от того, какая у вас ситуация. Это очень полезный инструмент. Списки очень часто используются на сайтах. Мы будем их постоянно использовать. Особенно при создании меню. Поэтому запоминайте. Тут всего лишь, можно сказать, два тега. OL и LI. Тег LI вообще является универсальным. И мы будем его использовать не только в такой вариации. Вы поймете, о чем идет речь в следующем видеоуроке. В принципе, на сегодня это все, что я хотел вам рассказать о списках. Переходите к следующим видеоурокам. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Не забывайте также подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч.